доброго всем вечера комментарии к этому видео будут закрыты чтобы не провоцировать слишком много негатива в свой адрес но на своем канале я буду выражать свои мысли свое мнение даже если моё мнение ошибочно это моё личное индивидуальное мнение где я пытаюсь разобраться во всем сам выражая свой собственный взгляд на мир то ли это касается вопросов нашей жизни в материальном плане то ли это политика то ли это религия то ли это касательно личностных характеров все это высказывание с моей как говорится колокольня я не люблю придерживаться общественного мнения мне не нравится быть частью толпы и сливаться с ней потому что толпа она обычно ведет очень агрессивную политику в любом вопросе потому что любой коллективный эгрегор подразумевает под собой чтобы все были черными воронами а если ты вдруг станешь белой вороной то общество начнет сразу дискриминацию твоей личности но я в этой жизни хочу остаться личностью я хочу прожить свою жизнь и быть индивидуальным человеком со своим эксклюзивным мироощущение и мировоззрение поэтому говорю то что вижу то что слышу насколько хватает моего сознания и моих аналитических способностей также насколько у меня развита интуиция развита моя собственная совесть поэтому на основании всего этого я и сужу тем более вы знаете что и никогда никого не призываю верить так как я ни на чем не настаиваю чисто исключительно делюсь своим мнением касательно предыдущих видео и вот этих трений которые произошли у меня с неизвестными мне людьми на моем канале неизвестные почему потому что я вас не знаю я вас не вижу вы все находитесь за никами видите только вы меня я вас нет теперь объясню свою конспирологию до конспирологии отель гения так скажем мой канал был создан 10 лет назад до представляете я помню времена когда youtube еще был совсем другим я когда создал свой канал я не помню чтобы были тролли ненависть агрессия чтобы были какие-то боты какие-то набеги нашествия на блогеров да я смотрел и сейчас смотрю разные каналы абсолютно с разной тематикой до бывают конечно тролли подколы там кто-то кого-то оскорбляет но скажу так что 10 лет назад когда я впервые загрузил первое видео на свой канал такого троллинга нашествие практически не было и вы скажете ну у тебя тогда канал был маленький поэтому тебя никто не знал никто не троллил но друзья я заходил на большие каналы я заходил 10 лет назад на каналы которые достигали 100 тысяч и уж поверьте канал где было 100 тысяч подписчиков 10 лет назад ну наверное расценивался также как сегодня канал с миллионом подписчиков я смотрел большие каналы ну на то время для меня там 20 30 50 тысяч подписчиков у которых были но были там какой-то троллинг там был конечно но массового нашествия я не видел сейчас объясню в чем за десять лет у меня уже сложилось буду говорить подозрение потому что доказать ничего никому не могу чисто мое субъективное понимание как владельца канала да я заметил что лично на моем канале действуют несколько видов группировок и скорее всего они ну они такие разносторонние имеют разные течения впервые я это начал замечать когда мой канал примерно достиг ну около 15 тысяч подписчиков я тогда был еще пастором проповедником евангелия и я заметил что вот я проповедовал любовь там чисто евангельские темы и у меня сразу откуда ни возьмись появлялась такая вот большая масса людей прям как вот нашествие они появляются буквально сразу как как бы ниоткуда как по команде то есть на простого зрителя это не похоже чтобы одновременно появлялась сразу несколько десятков аналогичных комментариев к комментарии аналогичные в каком плане в плане оскорбления не по существу какие-то предъявы или абсолютно ты еще не успел загрузить видео да там она вот только появилась за пять минут я замечал сразу несколько комментариев оскорбительных то есть человек даже не смотрит сразу 20 или 30 дизлайков я и такое замечал вот только загрузил бац у тебя через три месяца минуты 30 дизлайков ну вряд ли знаете живой человек вот он ходит где-то с телефоном он работает он какой-то суетой занят но ты же не живешь круглосуточно у тебя же глаза не прилеплены к ютубу поэтому реально видеть когда всплывает сообщение если у тебя там колокольчик если это человек они работающие на какую-то систему и я объясню что за система эта система по формированию общественного мнения это раз в ю тубе она распространена колоссальному образом да и второе это система которая служит для стравливания между собой населения для чего для того чтобы в людях культивировать ненависть агрессию и страх вот обычно страх вызывает ненависть и агрессию все это взаимосвязано между собой как это работает по каким алгоритмам попытаюсь объяснить так вот я замечал что сразу всплывали это еще когда у меня было 15 тысяч подписчиков всплывали некоторые персонажи с оскорблениями с религиозными оскорблениями и вот таким образом даже вот у меня видео есть название чуть подзабыл но я всегда говорил никогда не думал что доживу до такого момента что мне придется убеждать христиан в божьей любви то есть когда я проповедовал божью любовь постоянно вылазили целые массовые набеги и причем которые знают писания но причем их всех ну как бы непонятно кто они они с левыми номерами с левыми вот этими аккаунтами и самое главное массовость запомните вот как по методичке как по шаблону массовые набеги с массовыми одинаковыми по сути и смыслу комментариями то есть если это критика то обязательно с оскорблением моей личности или с унижением моих там умственных способностей обязательно это язвительность чтобы задеть за мужское задеть там за жену задеть там за семью задеть там еще за что-то задеть там унизить и масса я понимаю там два три ну 10 говнюков там может появиться любители знаете там от зацепить но когда это массовое явление это уже наводит на подозрение что работают так называемые ну боты и скорее всего они находятся в каких-то точках ответственные за разные сектора это вот во всем нашем так скажем постсоветском пространстве да там в ю тубе и они отвечают за то чтобы удерживать эту матрицу потому что она начинает ну в какой-то мере расшатываться она начинает в какой-то мере расшатываясь начинает немного трещать по швам и вот системе нужно удержать самое первое мы видим что человечество всегда об этом свидетельствуют исторические источники об этом свидетельствуют религиозные источники человечество управляется и держится только на фундаменте страха страх это основной фундамент в этой жизни все построено так чтобы ты чтобы ты воспитывался в страхе нас родители воспитывают в страхе всегда страх наказания страх лишения чего-то дальше государственная система страх религия тоже начинает все именно со страха даже в библии написали страх господин начала мудрости то есть страх не мудрость поставлена в первую очередь а страх фундамент страха и вот даже библия учит что если у тебя есть страх тогда ты достигнешь мудрости сейчас я конечно понимаю что в страхе нет никакой мудрости абсолютно какая мудрость страхи мудрость приходит не от страха от страха приходит очень часто глупость трусость и никчемность а мудрость приходит от опыта от анализа это здравого твоего так скажем жития дальше все построено на страхе страх это фундамент и основа всего в мире в мире царствует и владычествует культ силы культ силы и культ страха культ порабощения сейчас конечно современном мире все это модифицировалось приняло другие оттенки но повторяю если мы на исторические справки глянем на религиозные справки людей просто убивали уничтожали то есть конкретно потому что система вырабатывает определенный алгоритм для мышления людей чтобы они все мыслили одинаково чтобы не было между ними противоречий для чего чтобы этот эгрегор держался потому что тогда этим эгрегором легче управлять всегда когда я еще был пастором я видел замечал следующее когда другие пасторы говорили а если каждому дать мыслить самостоятельно этаж анархия будет церкви все должны подчиняться мнению пастора ну соответственно это все преподносится под соусом того что пастора поставил бог в пастыре говорит бог поэтому как говорит апостол павел по неповинующийся нам не повинуется богу то есть где павел себя ставит на уровень с богом и типа кто ему не повинуется тот значит не от бога тот от сатаны и тех нужно значит такую белую ворону значит нужно исключать вот библия тоже требует допустим а той же церкви единомыслия чтобы вы все там написано говорили одно и не было между вами разделение то есть аж почему разделение происходит потому что есть свободомыслия инакомыслия есть свободный взгляд на на одну и ту же вещь и в природе нашего мира это должно быть нормальным вот я живу женщиной да вот у меня есть жена у нас на некоторые вещи разный взгляд она не согласна со мной я не согласен с ней это нормально если моя жена к примеру станет безличностной без своего я и будет только так как скажу я она потеряет свою индивидуальность она просто превратится в ничто поэтому моя жена также индивидуальность у нас есть с ней не согласен у нас есть разный взгляд на разные вещи но это нам не мешает жить в гармонии в единстве и согласие не мешает почему потому что нужно учитывать интересы каждого человека я единственная против насилия против оказывания давления и навязывания своей точки зрения и повторяюсь уже второй раз никогда и никому на своем канале не навязываю свою точку зрения но за себя постоять я готов перед тысячами зрителей тем более сейчас вернусь крайне видео до некоторые писали женя ты должен извиниться ты не прав по отношению к своим зрителям давайте начнем с того что тех кто меня не оскорблял я их не оскорблял в том видео где я так скажем разошелся я оскорблял и делал жесткие высказы на 5 не я не оскорблял поверьте вы еще не знаю не слышали как я оскорблять могу так что я считаю что вел себя еще довольно таки сдержанно больше реальный мир и интернет я в интернете себе не позволяю того что я мог бы позволить себе в реальной жизни то есть в реальной жизни я могу разговаривать совершенно по-другому вот но но я ответил грубо так скажу только тем персонажам которые грубили и оскорбляли меня в комментариях вот именно тому нашествию ботов или кто они там целая группировка вот именно их их я так скажем макал к нормальным людям к нормальным людям которые ко мне относятся по здравому даже если со мной не согласны но уважительно ко мне относятся я таких людей уважаю любой человек может мне позвонить мне звонили мне писали некоторые люди с которыми я общаюсь долгие годы они спрашивали евгений ну я как бы а что ну я с тобой тоже как бы не согласен я говорю дружище да вообще никаких проблем то есть если ты со мной не согласен это нормально это нормально но ты же меня не оскорбляешь за то что я вижу по-другому да и вот я также нескольким людям говорил вы же меня не оскорбляете я же никого не оскорбляю за иную точку зрения я не против у меня на канале человек может иметь любую точку зрения но если вы меня оскорбляете за мою точку зрения будьте готовы что я щеки подставлять никому не буду с Какого дела я должен подставлять щеки? И вот мне пишут, ты должен извиниться. Перед кем? Вот если ты мне там пишешь, что я должен извиниться, значит, от тебя задело. Если ты меня не оскорблял, вот лично ты меня не оскорблял, значит, к тебе это никакого отношения не имеет. А если тебя это задело, то, что я грубо высказался, значит, ты был один или одна из тех комментаторов, который меня там обсирал. Так что извиняться перед теми, кто меня обсирал, я не намерен, ни грамма. И моя точка зрения – это моя личная точка зрения. Дальше. Все контролируется с помощью страха. Здесь я страх никому и жути никакой не нагоняю. У меня были, кстати, видео, где я делился своим наблюдением и мировоззрением, да, где я рассказывал жуткие вещи, на мой взгляд. И я думаю, что они реально в мире существуют. Но я те видео просто взял и удалил. И объясню, почему. Потому что за все долгие годы ко мне обращаются сотни и тысячи людей. Это за несколько лет тысячи людей, да. А так десятки людей обращаются, звонят по нескольку человек в день. Бывает много звонков, бывает мало звонков. Дальше. Когда я анализирую, да, вот человек звонит со своими проблемами, так скажем, психоэмоционального уровня, я всегда интересуюсь, мне нужно найти почву, мне нужно найти основания, почему он пришел в такое состояние, почему он в депрессии, в унынии, разбитой, не видит смысла в жизни. Начинаю просто интересоваться, чем человек живет, чем он дышит, что он смотрит. И вот приведу пример. Недавно женщина одна позвонила, разбитая. Евгений, объясните, как дальше жить? Вот такое творится, вот это там, это там. То есть я уже понимаю, что человек плотно сидит в ютубе, плотно смотрит всевозможных, значит, блогеров, которые систематически нагоняют ужас и страх. Хотя, с одной стороны, то, что они говорят, может иметь место быть, но еще под вопросом. Но фишка в том, что они не говорят это как взгляд, как версия. Они пытаются это насаждать. И скажу, что основные вот эти точки зрения, ужасающие, которые сегодня мы читаем, слушаем, которые нам льют в уши эти горе-блогеры, это в основном все взято, в основном эта информация, в основном зарождалась на американских сайтах. Все это идет оттуда сюда. И объясню, почему. Объясняю, все управляется с помощью страха. Кому-то нужен твой страх, кому-то нужны твои болезни. А как выбить тебя? Устрашение. Вернусь к этим злополучным полоскам в небе. Повторяю, большинство людей заболевают не от полосок в небе, а от информации, которую вам несут и льют ваши в уши про эти полоски. Вам постоянно внедряют в ваше сознание, что все кругом плохо, что все плохо. То есть вы находитесь в постоянном накале. У вас постоянный эмоциональный накал. Вы живете в страхе. В любой сфере деятельности, просто в какую не сунься, в ютубе, повторяю, работают целые группировки. Массовые. Я не знаю, что это за люди. Я их называю третьи лица. По стравливанию или наоборот по содержанию системы матрицы в кому-то нужном, так скажем, объеме. Помните, там пару месяцев назад, смотрите, я еще заметил, пару месяцев назад, когда я высказался про вот эту движуху с СССР. Я не знаю, ее, по-моему, говорят, уже признали экстремистской в России или еще не признали. Не знаю. Но на своем опыте, на своей шкуре я уже испытал. То есть откуда они у меня появились на канале с сотнями? Откуда? У меня канал вообще не посвящен этой тематике. Я не принадлежу этому движению и не собираюсь принадлежать. Но я выпустил ролик, в котором я сказал, что я бы не хотел. Просто мой взгляд, это моя жизнь, моя жизнь. Я рос в СССР, я был подростком, моя мама родилась в СССР и ее мама, моя бабушка и дедушка родились в СССР. И я точно знаю, как в СССР жила моя бабушка, дедушка, мама, папа и все остальные. Я знаю, как там жили люди. Ничего особо хорошего не было. Знаю, что со мной не согласны. Но, ребята, это ваше дело. Потому что часто, когда я слышу людей, которые пишут и говорят, у меня такое впечатление, что они вообще не живут на территории Российской Федерации. Не живут. Это какие-то люди, находящиеся за пределами. Потому что обычно все, что они пишут про СССР, это какое-то матрично-шаблонное, однотипное мышление. Вот, а кто там реально жил, те прекрасно знают, кто жил шикарно во времена СССР. Это партийные, либо государственные деятели. Партийные, чиновники, директора. Да, они жили классно. Простые люди не совсем классно жили. Все, точка. Потому что, я знаю, многих это приводит в бешенство. Я вас и вашу секту не трогаю. Но, говорю, смотрите, мой анализ. Откуда они появились? Я всего лишь навсего сказал, что моим детям сегодня, моим детям, живется гораздо лучше, чем мне, когда я был таким же ребеночком, как мои детки. И моим детям сегодня живется лучше, чем в детстве жилось моей маме или той же моей тете, да, там, моей дедушке, моей бабушке. Лучше. Потому что я знаю, как моя бабушка жила во время СССР. Рассказывали мне, помню я все. Сейчас мои дети живут лучше. Лучше живут. И как я жил, я тоже помню. Носил, донашивал обноски там чьих-то, потому что в школу невозможно. И каждый день мы жрали один борщ. Уже вот тут был борщ. На завтрак борщ, на обед борщ. И так, ну, не всегда, конечно, так было. Конечно, бабушка у меня кашку варила, маленькую вкусную там, пловик там мама готовила, там, тетя там у меня там борщик вкусный варит. Но вообще, то есть, мы видели вкусности и все остальное, шоколадки только по праздникам. Я помню, сникерс, сникерс, в руках подержать, вы не представляете, какое это было счастье. Я был школьником. Подержать сникерс в руках, увидеть сникерс, это было прям роскошь, сникерс. Вот это я еще запомнил. А вы говорите там о какой-то счастливой жизни. Ладно, возвращаемся, уходим. Почему? Смотрите, культивируется, сейчас в нашем мире, культивируется, культ страха, культ смерти, чтобы вы постоянно источали страх и ненависть. Покажу пример, что я заметил на примере, допустим, государства и вот этой оппозиции. Да, вот у нас есть так называемая оппозиция. Я не принадлежу. Я не, так скажем, ни за красных, ни за белых, так скажем. Я сам по себе. Но, по крайней мере, я живу в стране. И за свою страну, в которой я живу, я могу сказать хорошие, могу сказать плюсы, плюсы. Я могу сказать плюсы, которые мне нравятся в моей стране. Вот здесь нравится. Но я могу сказать и о минусах, которые мне здесь не нравятся. Но я здесь живу, я здесь живу, как бы, ну и что, валить отсюда я не собираюсь, потому что мне здесь нравится. Это моя земля, это моя родина, я здесь родился и менять ее, даже если мне за границей предложат более лучшее, комфортное жилье, чем у меня есть, если мне предложат кто-то больше заработать, я отсюда никуда не поеду. Здесь для меня все родное. Моя Кубань мне родная, мой вот воздух, которым я дышу. А, ну да, там же яд посыпают, можешь вот так одеть, давайте, оденем. Правильно? Логично, верно? То есть, если там яды сыпятся, значит, вот это логично носить, тогда какие проблемы? А если там никто не сыпет никакую дрянь, то вот это носить, нелогично, поэтому определите с товарищи. Повторяем, возвращаемся к тому фундаменту и основе. Всего построено на страхе, повторяю уже который раз, чтобы вы поняли. Дальше, возвращаемся. Государство и оппозиция. Что делают оппозиционеры? Как они чешут, как все в России плохо, да как хреново, да кругом плохо, да нищета. Люди, это только в Ютубе нищета. И не рассказывайте мне. Буду говорить за Краснодарский край, за свой город. Такси утром вызвать невозможно. Почему? Да потому что такси не хватает. Потому что люди ездят на такси. А если ездят на такси, а не на общественном транспорте, значит, деньги есть. В магазинах очереди. В городе днем пробки. Пробки. А если пробки, значит, у людей есть деньги покупать себе машины. В городе строятся особняки, коттеджи. А если строятся, значит, у людей есть бабки. И посмотрите это кругом по всей России. И не рассказывайте мне за нищету. Не рассказывайте. Я понимаю, есть бедные люди, есть старики обделенные. Я понимаю, и то не все старики получают пенсию, а некоторые старики, особенно те, кто вот там, ближе к Москве, они хорошую пенсию получают. О многодетных заботятся и только не рассказывайте вот лично мне. Вот если кто-то из вас мне напишет, что в России о многодетных не заботятся, я буду больше, чем уверен, что вы не из России. Вы просто откуда-то сидите из-за забора и просто клевещете. Я живу в России, я многодетный, и я прекрасно знаю свои права и то, что мне дает государство. Прекрасно я знаю, что мне дало государство. И у меня нет повода ненавидеть, хотя у меня есть то, что мне не нравится, повторяю, но у меня нет повода ненавидеть, и я в чем-то даже благодарен государству. Благодарен в чем-то. Я знаю, сейчас пуканы будут взрывать, но повторяю, здесь я, так скажем, я здесь у себя дома сижу и выражаю свои мысли. Вам, конечно, в общественность. А вы слушайте и думайте, и не чешите мне, что здесь все плохо. Я знаю, какие люди получают финансовую поддержку от государства. Получают. А если вы не получаете, вы просто не интересовались, вы не знаете. Сходите в МФЦ или не в МФЦ, а как его там, ну, вот в эти все, в общем, заведения. Я не буду говорить, плохо ориентируюсь. У меня жена в основном занимается бумагами по всем этим вопросам. Вот. И так же с другими мамочками постоянно все разговаривают, информация приходит. Также я многодетный, к нам приходят. Вот была женщина недавно, прекрасная, замечательная женщина. А у них был, как это сказать, обход. Они обходили всех многодетных, смотрели, кто как смотрит. Пожалуйста, прекрасно. А когда я слышу, когда мне кто-то рассказывает, детей будут отнимать, уже отнимают. Вот это все муть, эта волна, вы все живете в страхе. В страхе я видел, как некоторые там люди понаслушаются этой информации, там говорят, да пусть кто-нибудь только придет там. Да никто к вам не придет. Отнимают детей, знаете у кого? У алкашей и наркоманов отнимают. Если ты не алкаш, не наркоман, если ты нормальный, вменяемый, папа, мама, никто у вас никогда детей не отнимет. Никто никогда. Пожалуйста, мне звонят с этой, как они эти органы, опеки или кто они, я не знаю, потому что звонят. Вот звонили, я повторяю, была здесь женщина. Пришла, детей видела, все, даже в дом не зашла, хотя я приглашал, зайдите, посмотрите. Я говорю, откройте холодильник, вдруг там еды нет. Она, до нее я вижу, дети все как бы, ну нормально. Я говорю, там и правда, говорю, еды нет, просто говорю, еще утром в магазин, не ездил в магазин. Ну вот, сейчас, говорю, поеду за продуктами. Все. Но нам постоянно в головы, в уши льют. А теперь смотрите, вот, знаете, больше всего, я иногда смотрю вот этих наших оппозиционеров. Вы меня простите, но у многих из них харя шире, чем у меня. Это значит, от херовой жизни в России. Правильно? Да? У вас харя шире, чем у меня. От херовой жизни, да? Вы прям бедные, несчастные, по помойкам выроетесь. Ох, я понимаю, шквал, ну я закрою комментарии, шквал попрет. Да потому что я тут живу, я тут все вижу сам, вот, я вижу, я с людьми общаюсь. Я не говорю, что все у нас круто, что все у нас прям, ну можно сегодня жить и не шариться по помойкам. Можно пойти в трудоустройство, можно пойти встать. Да, зарплату тебе, вот у нас зарплата, тебе пойдешь, найдешь устраиваться 12, 15, 20 тысяч на учет, если туда остановиться. Но если за тридцатку тебе, это опять, если у тебя там никакого образования, а ты так вот, чисто вот, чернорабочий, подсобник там, продавец там, вот такие вот, знаете, работы. Все, то есть, можно устроиться, иди, ну, я понимаю, это копейки, я согласен, мне лично, допустим, зарплата за 12, за 15 тысяч, это только в минус, мне, чтобы выехать до рабочего места с моего дома, мне только, мне только полчаса ходьбы до ближайшего транспорта, там, вот, то есть, только на такси могу выезжать, все, отсюда, понятно, это все копейки, но, человек, если ты, тем более, когда человек один, семьи нет, детей нет, живет в своем доме, и ноет, послушайте, ребята, я все годы, я только два года назад приобрел себе жилье, кстати, благодаря государству, которое многие тут хают по-всякому, а я не хаю, я благодарен, да, повторяю, мне есть, что мне тут не нравится, но у меня есть, и за что я благодарен, есть, за что я благодарен, и говорю это от души, потому что нужно уметь быть благодарными, хоть за что-то, хоть кому-то, это мое мнение, а в вас, в вас культивируется ненависть, и вот, возвращаемся, государства, оппозиционеры, вот, вот эти все вот блогеры сидят, настраивают народ, и постоянно гнобят, все плохо, 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 найдут какую-то затасканную фотографию, там, 20-летней давности, где там бабушки какие-то по мусоркам лазили, и говорят, вот как в России живут пенсионеры, неправда, я что живу, не в России, я знаю, как у нас пенсионеры живут, у бабушек есть денежки, получают пенсию, я не говорю, что все сладко, если бабушка совсем одна, ни родственников, никого, да, такое будет сложно, но, существует соцзащита, я жил на съемном жилье, где хозяйка дожила до 99 лет, к ней два раза в неделю приходил соцработник, все в доме убирал, постоянно бабушку поддерживали, соцработник приходил, готовил бабушке кушать, выносил мусор, приносил продукты, в другие, когда соцработник был свободен, ну, я делал, ну, просто помогали с женой, бабушки могли в магазин сходить, и так далее, то есть бабушка с голоду не умирала, это я вам говорю, это вот бабушка получала пенсию, ей приносил почтальон, пенсия у нее была, там, я не помню, сколько у нее была пенсия, вот, но то не важно, потому что почтальон при нас, он всегда нас звал, ну, и расписывались, при нас деньги, ну, потому что бабушка теряла память, могла говорить там, что ей деньги не носят уже три месяца, у нее такое бывало, поэтому часто или я, или моя жена, во время того, когда почтальон приносил пенсию бабушке, бабушке хватало пенсии платить, и на еду, и на все, у бабушки всегда были продукты, ей всегда все приносили, приносила социальная вот эта вот служба, для одиноких, ну, как, она не совсем одинокая, конечно, родственники у нее далеко очень живут, у родственников нет возможности постоянно с ней жить, но родственники тоже ее, как бы, ну, звонили ей постоянно, финансово бабушку можно было вообще не поддерживать, потому что одной бабушке вполне хватало пенсии, чтобы кушать, и как бы, и бабушка не голодала, вот, это я видел, поэтому не надо мне рассказывать, также, когда я пастором был, у меня в церкви были бабушки-пенсионерки, и они не голодали, они не по помойкам не ходили, они такие же, как обычные, все бабушки-пенсионерки, живет женщина, вот одна очень хорошо ее знала, она уже отошла, так скажем, в мир иной, она получала пенсию, жила, и еще, будучи бабулькой, даже на полях подрабатывала, бабушка, хотя у нее и дети есть, тоже есть дети, взрослые дети, но при желании, молодой-то или старый, всегда можно найти, как-то вот способ выживания, тем более, если два пенсионера, дедушка и бабушка, то им на еду вполне хватит, понятно, я согласен, вам не хватит вашей пенсии, кататься за границей, по морям, везде, я согласен, в этом плане, конечно, ничего я буду спорить, конечно, люди всю жизнь работали, я считаю, что они хоть на пенсии должны мир увидеть, покататься, пенсия, будучи пенсионерами, по миру покататься, там уже отдыхать, им уже работать не надо, согласен, на эту пенсию они не покатаются, но по крайней мере, две пенсии на еду, на все хватит, и молодым сегодня, молодежи, я сколько живу с женой, мы как бомжи ходили с женой, с детьми, ходили, значит, по съемным квартирам, мылись в тазиках, и я никогда не роптал, и никого не проклинал, а вас, повторяю, смотрите, что с вами происходит, все вот эти вот эгрегоры, все вот эти вот, значит, разносторонние вот эти вот, субстанции, работают на культивацию ненависти, потому что, когда вы насмотритесь, вы постоянно транслируете ненависть, вот смотрите, у меня ненависти к правительству вообще нет никакой, абсолютно, знаете, почему у меня нет ненависти, потому что я не смотрю те каналы, которые бесконечно культивируют ненависть к правительству, для меня правительство, это как инопланетяне, которые живут на другой планете, я их не вижу, они меня не видят, все, то есть, у меня нету к ним ненависти вообще никакой, но культивирует постоянно люди ненависть и смотрите вы сидите в домах и вы начинаете всех обвинять потом а что происходит вы в ненависти вы транслируете ненависть а когда вы транслируете ненависть злобу что с вами происходит вы деградируете вы морально начинаете деградировать вместо того чтобы научиться в жизни быть благодарным как говорится судьбе хоть за что то вы наоборот вас вас просто вы даже не понимаете вас переключают на низкочастотные энергии просто переключают и все таким образом вы уже подпитываетесь от низких вибраций и транслируете что ненависть вот вы сидите в домах и просто ненавидите путина правительство это просто ненавидите хотя почесали бы свою рэпу придумали бы где себе своими руками заработать и заработали я понимаю плюс у вас же там зависть я понимаю да что у них там дача особняки роскошь там все ребята но мне пофиг мне роскошь не нужно я да я вообще никому не завидую не богатым не миллионером никому не соседу потому что я живу в свой кайф мне нравится то что нравится мне у меня нет ни капли может я для вас инопланетяне но у меня нет ни капли никому зависти никому я не завидую богатым я не завидую никому тем более тем кто как нам постоянно говорят обворовывает там наших пенсионеров страну нашу ну воруют но что что ты сделаешь ты ничего не сможешь сделать у вас только ненависть от беспомощности поэтому я решил не проявлять никому ненависть вот и все так на своем конечно на уровне там на уровне канала да и плюс ненависть когда рождается когда ты также прозреваешь вот я 20 лет был служителем евангелия потом начал прозревать его концовки глаза и знаете как было внутри больно больно за то что так вот тебя обманули ты такой оказался обмануты нет у меня был такой было такое состояние думал ненависть вас возненавижу думал вот это все понимаете но поборол понял что мне сверху было дано понять что это твой опыт он тебе нужен был и сейчас я весь этот опыт использую для реабилитации также людей пострадавших от сект так что я заметил у меня на канале работают целые вот такие вот различные группировки зачем по формированию общественного мнения чтобы чтобы человек просто не выражал себя как во всяком случае я я вижу как они просто ненавидят чтобы я выражал свою индивидуальность почему же все хотят муж они все хотят чтоб я был такой же вот как они а я не хочу я с детства такое понимаете во мне это с детства я не любил как все быть с детства вот почему в детстве я даже рок-н-ролльщиком был панковал у меня был бунт мне это мне не нравилось вся идеология среди которой я живу мне не нравилось вот я всегда внутри понимал что человек должен быть индивидуальной личностью должен развиваться впрочем мне еще 43 года я до сих пор считаю да что нужно развиваться быть личностью анализируя проходя различный жизненный опыт вот в принципе наверное на этом все пока что на сегодняшний день а вот вам мой альтернативный взгляд на происходящее а теперь просто вот в конце дальше скажу сядьте да и проанализируйте что нас постоянно запугивает кругом со всех сторон вы посмотрите какой поток идет негативной информации запугивающей то вас хотят убить то отравить то хотят вас сгнобить то хотят вас обнулить то одно хотят тут вы просто вдумайтесь сколько на наши головы в ю тубе ребятушки телевизор по сравнению с ю тубом это сейчас уже детский сад я только за youtube говорю за ту информацию которую нам льют в уши кругом нагоняет страх и ненависть культивирует мой совет смотрите каналы которые несут добро и позитив вот и все и но это так чисто мой совет не вздумайте никогда идти там куда-то на слушаете с кого-то кто вас призывает на бунты на революции я вам объясню вся вот это вот так скажем политика партии которую нам еще с детства там патриотизм внушали там в современном мире все работает по-другому высунул свою башку тебе ее проломили и ты назад в строе ну правда через больничку потом на тюрьму отъедешь особо если ты такой вот сейчас очень много уголовных статей ну вот которые за всякие митинги и все остальное могут и пойми что твои геройство она как бы никому не нужно не нужно кроме воздыхателей пострадают за тебя по воздыхают там за тебя пятьсот шестьсот человек но может пять тысяч и что дальше конечно вы скажете а это женя а ты вот так ребят так выжить в своей без чего вы хотите эта система вы ее не сломаете сколько было войн революции переворотов вы систему не сломаете это как спрут у которого щупальцы всегда становится плюс у людей такая психология им нужен вожак им нужен лидер если они одним лидером недовольны они делают переворот но во время переворотов любых льется кровь и поэтому те кто разжигают и призывают к митингам ко всему я считаю что этим людям нужна кровь оглянитесь на историю жизнь ни одна революция не сделала жизнь лучше если и сделала то сделала очень на короткий период времени потом приходили другие люди сменяли и все становится всегда на круги своя повторяю потому что в этом мире властвует культ культ силы и вот до тех пор пока в мире существует культ силы культ боли зла страдания которая к которому также нас призывает и религия она ведь призывает к страданиям к смерти за бога к терпению почитайте евангелие я я слишком хорошо знаю евангелие она призывает к страданию за веру до сих пор пока в мире царствует культ зла культ насилия культ силы в системе этого мироустройства ничего не изменится вот почему как мне сказала небесная любовь мать наша мы приходим на землю как капли утренней росы зачем для того чтобы просиять среди мрака тьмы невежество и зла просиять и хоть кого-то привести к божественному свету все остальные так и будут жить в культе насилия культ зла и давайте быть честными зло живет в каждом из нас она живет в тебе она живет во мне живет но транслирую ли его я иногда я транслирую зло в качестве так скажем самозащиты то есть даю понять потому что к сожалению в этом мире все-таки приходится одной рукой делать добро и милость а другой рукой все-таки приходится бить врага в челюсть хотя я не люблю это делать не люблю я хотел бы чтобы все люди друг другу улыбались чтобы никто никого не оскорблял я тоже сам никого не хочу оскорблять но иногда я это делаю делаю только потому что кто-то это пытается делать со мной потому что во мне живет зло точно так же как и у вас во мне есть агрессия которую я в определенный момент просто показываю это нормально это вот как мой кот вот видите вообще вот он у меня как тряпка вам тряпочный у меня дочка может его знаете дети любят потаскать то есть вот он ничего вот его хоть за хвост дерни хоть что он очень терпеливая но его терпение знаете какое обманчивая вы не представляете то есть он может долго терпеть если его за шкуру трясти так трясти он будет терпеть но у него есть скрытая агрессия и вот в любой момент он может когтями так спится что следующий раз ты уже подумаешь вот наверное также я как этот кот могу мурлыкать быть мягким и пушистым но даже в библии написано миловидность обманчиво и моя миловидность обманчиво тоже поверьте не кашляй кузя беги налезал сокот шерсти кашли моя миловидность тоже обманчиво и я не собираюсь вам строить из себя белого и пушистого хотя мне нравится быть мягким белым и пушистым добрый милом дарить людям любовь там радость но у меня тоже есть шипы и когти зубы и топор всем пока всех люблю до скорых встреч если что как говорят у нас не обессудьте давайте жить дружно по крайней мере нас так леопольд учил в детстве милом дамы милом дамы милом дамы милом дамы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok